Братья-месяцы Программа о названиях, приметах и преданиях 13 октября По одному из древних календарей славяне в этот период отмечают День Великого Знания По народному месяцу слову Михаил и Григорий Соломенные Может быть Григорьев день так и остался бы незамеченным в народном календаре Если не следующий за ним праздник покрова Пресвятой Богородицы Ведь на Руси принято было к торжествам со всей серьезностью готовиться Чтобы перед людьми в грязь лицом не ударить Да и самим погулять от души широко, красиво, весело Но прежде чем избы и дворы в порядок приводить Следовало о себе и близких своих позаботиться Поэтому рано утром на Григория, молча и сосредоточенно Не отвечая на приветствие знакомых Шли деревенские хозяйки к местам слияния двух рек Там, трижды зачерпнув и вылив воду Набирали полные горшки и кувшины И несли речную живицу домой В этот же день проводился обряд обмывания из решета Для этого выводили детей на порог И поливали на них воду через решето Читая при этом особые заговоры Чтобы никакая хворь к ребенку не пристала Не забывали, конечно, и про других членов семьи Атрибуты этого обряда появились не случайно Порог с древности ассоциировался с границей между домом и остальным миром Решето в народном представлении соотносится с достатком, плодородием И связано с дождем, небом и солнцем Поэтому вода, пролитая через решето, наделялась особой целебной силой А после обряда, засучив рукава, мели, мыли, конопатели Жгли старую солому из постелей Собирали по дворам, избам и огородам всякий хлам Убирая его с глаз долой Старухи жгли и старые лапти, чтобы зиме ходу дать Кстати, снимая с кровати старые матрасы Обращали внимание на слежавшиеся места По ним судили о здоровье человека Или о мучающих его болезнях Солому из таких матрасов не выбрасывали А сжигали в печах, о винах или на костре во дворе дома Когда же набивали свежей соломой новые матрасы То обращались к святым Михаилу и Григорию Чтобы солома пошла человеку на пользу Они и говорили, что солома Вбирает в себя силу земную и силу солнечную В общем, работали не покладая рук Согласно старинному уложению Захвати теплынь до покрова Зачини избу, поправь завалены Не захватишь, в холоде настрадаешься Ну а коли все готово, не горюй и жди покрова Еще раз на всякий случай проверив Все ли в доме прибрано Чтобы не испортить праздника Из-за собственной оплошности В этот день примечали Если снег упадет, зима не скоро настанет Журавли уже отлетели на раннюю и холодную зиму Первый сухой снег обещает хорошее лето А по одному из древних календарей Славяне в этот период отмечают День Великого Знания Великое Знание – это знание Оставленное нам, нашими великими предками В заповедях, ведах То знание, которое хранят старейшие из родов Которое сохранилось еще на нашей земле И оно же затем перерастает в ведание Человек, обладающий этим знанием И живущий им, становится ведающим По преданиям, в далекие времена Даже Бог, дающий Бог Бог-хранитель древней мудрости Дал людям великой расы и потомкам рода небесного Девять книг, сантий, записанных древними рунами Которые содержат священные древние веды Заповеди Тарха Перуновича и его наставления С момента рождения перед человеком Стоит задача познания и осознания себя в этом мире Осознание себя как частички единого, божественного Раскрытия себя и своего потенциала В слове мудрости Волхва Велимудра говорится Тем чадом Божьим, кто избирает правый путь Ведущий к вершине духа С каждым шагом становится труднее идти Ибо дорога, по которой идут они Постоянно сужаясь, превращается в тропу Которая все круче и круче поднимается вверх И исчезает в заоблачной дали Но те, кто пойдет до конца по этому пути Несмотря на тяготы и лишения Обрящат такие духовные блага Мудрость и духовную силу О коих они даже и не помышляли Те же, кто решит пойти повниз уходящей дороги Никогда не получат достаточный сил Чтобы, вернувшись к истокам Подняться самую ввысь Ибо идущие вниз теряют свой разум и силы И пекло пред ними разверзнет свои широкие двери А для стойких, идущих к вершине духа Велис Бог врата от небес открывает И все многоцветие сварги причистой Стойкий духом себе обретает Существует много высказываний Известных людей сего мира о том Что есть знание И что оно в себя включает Но то, что истинное или великое знание Включает в себя мудрость Не будет отрицать никто Душа, в которой отсутствует мудрость Мертва Но если обогатить ее учением Она оживет Подобно заброшенной земле На которую пролился дождь Это сказал Абуль Фарадж Сирийский религиозный деятель Писатель и ученый-энциклопедист Живший в Турции в XIII веке Вот еще одно его высказывание Очень плох человек Ничего не знающий Да и не пытающийся что-нибудь узнать Ведь в нем соединились воедино Два порока Нетрудно догадаться Что это невежество и лень Писатель Максим Горький В своих работах утверждал Что знание Это абсолютная ценность Нашего мира Необходимо учиться Необходимо познавать Непознаваемого Не существует Мы можем говорить Лишь о том Что существует Непознанное О том же сказано И в древней заповеди Не отвергайте незнаемое И необъяснимое Но постарайтесь Незнаемое познать А необъяснимое объяснить Ибо боги помогают Стремящимся к познанию мудрости Слава богам И предкам нашим многомудрым Братья-месяцы КОММЕНТЫ 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 Продолжение следует...